20 марта мы встретились с действующим мэром Эрлендосом Галагузом, который одержал победу во втором туре выборов. Здравствуйте, уважаемый мэр. Добрый день. Мы поздравляем вас с избранием на новый срок и желаем вам успехов и дальнейшего осуществления всех проектов, которые вы уже начали. Спасибо большое. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и всех наших жителей, и всех тех избирателей, которые меня поддержали, которые меня поняли. Конечно, и тех поблагодарить, которые были оппонентами, и которые, может быть, и голосовали против меня. Я еще раз говорю, что намерен работать, как и раньше, работать только на благо нашего города. Также, конечно, хочу свою команду поблагодарить. Эти люди очень много сделали. А больше всего это, конечно, свою семью, свою жену, детей, родителей. Им это стоило, наверное, больше, чем мне. В действующей каденции Эрлендос Галагуз планирует провести еще два заседания Весегинского совета, а приведение к присяге членов Совета новой каденции и инаугурация мэра, вероятно, произойдет во второй декаде апреля. В связи с изменением закона о местном самоправлении, значительно меняются функции мэра. На мэра теперь возложены функции исполнительной власти. Поэтому первый такой вопрос. Кто будет формировать повестку дня Совета? Как и до сих пор, повестку дня будет формировать мэр, будет предоставлять Совету эту повестку дня. И Совет должен будет принять или изменить эту повестку, но уже без голоса мэра. То есть мэр становится как бы и ведущим всего Совета, но тем не менее права голоса не имеет. То есть вот какой-то такой интересный, на мой взгляд, вариант, когда и все проекты решений готовит мэр, но на Совете он только представляет, объясняет те проекты решений, а Совет уже голосует самостоятельно без мэра. Мэр не может голосовать, но он имеет право вето. Может ли Совет отклонить вето? Да. То есть если Совет принимает определенное решение, которое на взгляд мэра в том или иное условие не соответствует либо каким-то стратегическим решениям, либо в принципе какой-то логике даже, как иногда бывает, то мэр имеет право возложить вето на такое решение. И в свою очередь Совет может еще раз собраться и отклонить право вето мэра. Однако для отклонения вето, наложенного мэром, Совет должен будет проголосовать большинством голосов. Хотелось бы еще спросить о роли директора администрации. Поскольку на мэра возложены функции исполнительной власти, то чем будет заниматься директор администрации? Ну это, скажем так, в исполнительной части вот этой власти мэра, это, конечно же, правая рука, это Киперсона. Это тот человек, который все равно остается руководителем администрации, который может выполнять те или иные функции, которые возложит на него мэр. В связи с большой нагрузкой на мэра, теперь может быть два вице-мэра? Да, по закону сейчас возможно, что вице-мэры могут быть два в нашем самоуправлении. По словам мэра, один из его заместителей традиционно будет отвечать за просвещение, здравоохранение и культуру, а другой – за привлечение инвестиций, за работу в регионе и другие сферы деятельности. Вице-мэры могут быть назначены, даже если Совет не согласится с их кандидатурами. Они не могут быть членами Совета, но могут быть уволены мэром, если не справятся со своими функциями. Я думаю, что сейчас после этой реформы даже, наверное, мало кто может конкретно сказать, насколько это увеличилось, объем работ для мэра, потому что еще все в будущем, еще ни одно самоуправление еще не поработало с этим законом. Но вам, наверное, как человеку, как политику, наверное, будет интересен такой новый опыт? Мне лично это действительно все такие вызовы, трудности, как тут красивее сказать, но они заводят. Мне это действительно интересно. Мы желаем вам успехов в новых начинаниях и в продолжении старых проектов. Спасибо большое. Спасибо.